Итак, играем новую партию. У нас новичок в группе появился Sting. Времени на ход мало, поэтому будем, наверное, с вами спешить, покупая разных новых игроков. Так что, если я где-то затуплю, вы уж на это особо внимания не обращайте. Давно не играл на такой быстрой скорости. Играем на шаблончике Jebus. Так, ну, довольно много мяса у нас тут, я вижу. Давайте так как-то. Так, давайте вниз разведаем. Так, ну, довольно много всего интересного у нас осталось. И, пожалуй, что мы скупаем все, что есть и ринемся вперед, сразу же куда-то пробиваться. Времени особо на раскачку нет. Как-то так. Еще одного героя покупаем. И пустим его влево. Тоже на разведочку. Посмотрим, что здесь. Так, ну и, пожалуй, на первом ходе все. Так, второй день. На этом шаблончике нам желательно побыстрее с вами найти еще один родной город. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Надеюсь, что там нет охраны, потому как я всю армию затупил, скинул в Олеске, нашей главной героине. В этом плане. Так, еще один ресурс взят. Вот как раз второй городишко, но он не родной. Так, и поскольку они нам сделали немножко урончика, нанесли, то будем с ними сражаться вручную. С гномами терпеть, я думаю, не стоит. Так, четыре скорость. Ждем, 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 ждем. Да всеми ждем, собственно. Отходим и защищаемся. Тут под прямую стрелу стали. Улетаем отсюда. Хотя, может быть, мы и добьем сейчас. Отличненько. Без потерь взяли. Берем себе больше знания. Так, надо кузницу быстрее ставить и отстраивать замок. Чем быстрее мы его построим, тем лучше. Очень быстрая игра, поэтому приходится на ходе соперника продумывать, что я буду делать дальше. Нет. Фух, а было же время, когда играл на такой быстрой сложности, как только начинал играть. Быстренько нашли свои главные шахты, это хорошо. Вот тут еще серная шахта. Вообще замечательно. Да, джебка, в общем-то, несложный шаблон, а здесь никого нет. Поэтому, в общем-то, все замечательно. Три замка в первые дни. Так, надо золотую шахту брать. Давайте сделаем побольше единичек и возьмем золотую шахту. Так, ну, в общем-то, тут мясо в основном у нас пропало, да? Не страшно. Спускаемся ниже. Собирательством заниматься, я думаю, не будем. Так, поскольку играем на большой сложности, хотя нет, все-таки казар мы будем отстраивать по-быстрому. Насчет денег будем думать потом. Надо будет у джинов еще плюс 4 атаку выбить по возможности. Во втором городе построим таверну. Посмотрим, что творится у соперника. 2-2-2-2-1. Ну, в общем-то, нормально. Он, кстати, взял демонов. Один, ну, не то, что один из самых слабых замков. Один из самых сложных замков, за которые можно играть. А когда я взял людей, он говорит, что я взял самый сильный замок. Ну, тут сложно сказать, какой замок сильнее, кто каким привык играть. Я просто людьми давно не играл и решил вспомнить былое. Третий ход. Продолжаем заниматься собирательством. Так, вижу две пандорки, что тоже замечательно. Третий замок есть. Есть еще куча ресурсов. Так, здесь же у нас еще и улик стоит. Вообще замечательно. Так, стрекоз мы сейчас, наверное, не потянем. Побыстрее надо бы загрейдить, конечно, наших лучников. Так, и есть возможность взять еще чуть-чуть золота, которое нам, ой, как будет нужно в дальнейшем. Так, четвертый день, пятый, шестой. Давайте цитадель и замок влепим, чтобы максимальный прирост был. А дальше уже будем смотреть. Тут префектурку. И теперь с деньгами вообще не должно быть проблем. Соперник буквально по полминутки ходит. Очень быстро, быстрее, чем я даже рассчитывал, что он будет ходить. Так, ну, говорит, что играет неплохо. Поэтому расслабляться не будем. Я много партий проиграл из-за своего расслабления и недооценки соперника. В этот раз я этого делать не собираюсь. По крайней мере, пока. Так, давайте купим себе недостающие вещи. Поедем в замок, нужно будет взять книгу магии. Так, а у нас тут с золотом проблемки пошли, да? А я рынок не успел поставить. Ладно, это, конечно, беда. Так, шестой день. Теперь деньги транжирить не будем с вами. Так, засядем в этом городе. Если что, подвоз будет мяса. Что у нас тут? На выходе дьяволы. Неприятно, но пробиваемо. Ввердиш тут засядет. Ну, а тут у нас есть возможность еще ресурсов насобирать. Так, заезжаем в замок. Как мы собирались? Строим гильдию. Отлично взяли. Так, ну и что же делать до конца недели нам? Пожалуй, у гнолова отобьем себе щиток. Единичку не жалко потерять. И можно на первой же недельке склепик взять. Маловато мяса, правда. Пожалуй, заедем в замок. Хотя можно было здесь скупиться. Ладно. Пока так. Таверна-префектура. И еще одну таверну влепим. Что мы знаем о нашем сопернике? Похоже, он вообще не качается пока. Так, мы последний день недельки. Давайте постараемся выжать из него максимум. Хотя что тут выжимать, собственно, не знаем. Так, Вердиш становится на место. А мы, пожалуй, заезжаем в замок. Ставим в замок. Хотя можно было бы монастырь. Чтобы стрелков было побольше. На следующий ход загрейдим стрелков. И проедем к сопернику. Думаю, так. Да, соперник, похоже, вообще пока не качается. Это радует. Что, я думаю, и влепить рыночки не помешало бы. Чтобы потом дешево выменять нам золото. И нормально скупиться. Так, первая неделька. Точнее, первый день новой недельки. Берем золотишко. Кстати, можно было бы поясницу и голову легиона взять на первой неделе. Но голова нам не нужна. А вот поясничка, я думаю, нам бы не помешала. Так, грейдим наших лучников. Теперь они будут стрелять дважды. Значит, стали в два раза мощнее. И, пожалуй, давайте выменяем немножечко ресурсов для нас. Так уж сильно много нам их не надо. Нам главное стрелков побольше набрать. Вот мы всех их скупили. Это хорошо. Сделаем двух гномиков, пожалуй. И вот так вот. Хотя нет, нет, нет. Мы сделаем два отряда стрелков лучше. Так, ну что, будем брать... Ох, не знаю, кажется, не потяну. Склепики тоже терять не очень-то хотелось бы. Поставим где-то так. Попробуем золотишки немного выбить. Одного стрелка. Это неплохо. Продвинутое лидерство. Еще и максималочка выпала. Возьмем плюс к атаке. Так, ну на этом, пожалуй, пока и все, наверное. Здесь, в этом замке засядем. И еще одну префектурку влепим. Так, второй день. Уже пора бы, конечно, и выезжать со своей территории. Если так уж на это все посмотреть. А улики брать, не брать, вот тоже вопрос еще. Возьмем навык атаки. Так, и что тут делать теперь? Ну, не знаю, наличие. Не хотелось бы сейчас ехать и терять кучу армии. Так, что у нас еще есть? Консерваторию можно взять. Ну, и у джинов выбить немного армии. Ладно, не будем брать улики. Попробуем сыграть в темп по-быстренькому. Лепим монастырь. Заодно посмотрим, что там у соперника. Немножко качнулся. Но все равно, конечно, по прокачке очень сильно отстает. А что у нас там? По количеству городов он тоже три города быстренько взял себе. Ну, в общем, не учитывая прокачку, он по городам не отстает. Так. Ну, джинов нам пробивать надо будет однозначно. По той причине, что здесь и артефакта два хороших. Плюс здесь еще какой-то в могиле воина возьмем артефакт. Давайте, наверное, сделаем небольшой добор себе отсюда. Докупим оставшиеся войска. Ну, насколько хватило. Передадим их вуале. А она пускай там уже попытается зарешать в этой сложной битве. Как-то так. Гномов объединим. Так. Стоп. Как-то вот так-то, да. Ох, мне кажется, потерьки, конечно, будут серьезные. Ого! Ну что, попробуем тогда вручную затащить. Сделаем благословение. Что там у них со скоростью 11, конечно, очень мощно. Ждем, ждем, ждем. Попробуем прикрыться хоть чуть-чуть. Но такими медленными войсками сделать это, конечно, будет довольно сложно. Ой-ой-ой-ой, моралька. Это, честно говоря, очень не кстати. Я сейчас могу слиться. Так, ждем. Ждем. Снимаем одного из них. Вот, будем долбить шестерочку, пожалуй. И пока есть возможность, давайте хоть какие-то отряды пытаться добить полностью. Так, заблокировали всех лучников они мне. Это плохо, очень плохо. Ожидаем от 6 до 9 урона. Не буду рисковать. Так, здоровье 21, 124. Давайте сюда ударим, пожалуй. Разблокируем себе лучников. Защитимся. Попробуем отбежать подальше. Чтобы сберечь себе хоть какие-то отряды в этом бою. Тоже попробуем подальше отбежать. Так, 2, 3, 4. Вот, давайте четверочку теперь ударим. Сколько здесь? Трое. Давайте двоечку будем бить. Да, ну лучников мы слили, конечно, практически всех уже в этом бою. Ну, в общем, да. Может быть, чуть-чуть лучше компьютера мы сразились, но ненамного. И неизвестно, что тут с опытом. Так, что там? Соперник вышел? Тогда мы сохранимся. Назовем это как-нибудь 1-1-1-1-1. 4 единички. Так, ну и кто тут у нас? Лоэнс. Посадим его в главном замке. Соперника выкинуло было. Мы попробуем здесь какую-то цепочку выстроить, хотя бы минимальную. Возможно, в дальнейшем она нам пригодится. Передаем ход сопернику. Так, четвертый день. Пробуем взять еще какой-то артефакт. Меч. На троечку повышает, поэтому нет особой роли, он нам здесь не сыграет. И пора потихонечку выезжать. Возьмем, пожалуй, еще один склепик, две пандорки. И консерву надо будет чекнуть, проверить, какая она. Возможно, нам будет под силу ее взять. В общем, будем смотреть, что да как. Ну и пока передаем ход дальше. Так, ну и сейчас сохранимся и перезайдем заново. Потому как, похоже, у нас сработала галочка с пвп битлами. Так, перезашли. Опа! А как я собирался тут брать склепик, если у меня армии практически нет? Интересно. Блин. Это, конечно, беда. Давайте проверим, что за склеп. Неизвестно, что рискнем, нет. Так, и похоже, здесь пвп битвы будут срабатывать. Снова такие. Зачистим левую сторону. И здесь будем выстраивать свою защиту. С этой стороны. Отходим подальше. Здесь ждем. Так, тут защитные редуты наши будем выстраивать. Как-то так. Так, тоже вверх отойдем. Сначала ближние отряды потушим. Остальными пока ждем. Ну, без потерь. Нормально взяли. Так, тут еще кентавры и стрекозы. Вот с ними будет довольно сложно. Как их пробить, даже не знаю пока. С призраками можно воевать. Давайте. Качаться в любом случае надо. Маны нет вообще. Маны нет вообще. Рыцарей никто не трогал. И мы сами потихонечку начнем их уничтожать. Отлично. Вроде как. так ну все легче произошло я рассчитывал гораздо даже легче выбили серу мы повоюем пока за артефакты придется ждать конца недели потому как армии которой можно было бы воевать у нас фактически нет хотя стоп почему же нет у нас есть кентавры которых можно подвести с обеих городов причем а это уже какая-никакая до армия и с ней на стрекоз например вполне можно сходить можно даже терпеливых гнома взять так мы как-то так посмотрим что тут у соперника в этот момент происходит ну тоже уже он начал качаться и потихонечку начинает нас догонять забыл включить запись на этом ходе я только что передал артефакт главному герою вот сюда вот лоэнсу видите два артефакта которые увеличивают прирост для этого мне в олеску пришлось вернуть вот отсюда к верху дальше к ней подъехала сильвия забрала и хода и хватило только досюда а у лоэнса было много хода он доставал примерно аж вот досюда поэтому он успел и к ней доехать и назад вернуться с артефактом а еще одного героя вернул в общем-то в нижний замок так вот наш прирост ну что давайте думать кого мы будем улучшать и подромчик довольно довольно дорого так но в первую очередь моих улучшенных берем и вот у нас есть улучшенные на и подромчике или улучшенных вот так вот взять даже не знаю сейчас нам все равно на всех не хватает поэтому пожалуй наверное улучшенные вот так вот сделаем передаем ту армию которая есть заезжаем назад в замок сильвия тоже передает войска так у нас тут не хватает места для войска мы сейчас освободим с вами так и нужно еще загрейдить вот 11 сильвии правда уже нет для этого возможности хотя стоп давайте заберем мы ей лучше отдадим вот так потому как нам сейчас нужно будет сражаться поедем сначала на кентавров блин забываю что быстрых битв сейчас нет так ну как то так по центру станем пока так ну в общем особых проблем они нам не должны доставить 8 кентавров слили а вот сейчас будут большие проблемы конечно у ее ход заканчивается успели напасть и сейчас попахивает сливом так еще и маны нет очень плохо так ждем мы давайте все делать постепенно набрасываясь на одни и те же отряды по чуть-чуть будем их тушить так защищаемся они бросаются в догонку за лучниками так мы стараемся убежать подальше так ну давайте уничтожать те отряды которые здесь есть так это на тот случай если они все равно за лучниками сейчас погонятся так возвращаемся отлично не без потерь но пробиваемся так и два ящичка быстренько взять 5000 опыта отлично последний момент но зато 10 уровень уже получили кулончик кулончик правда бесполезный наконец-то у нас магия и больше крестоносцев теперь стало так вот мы видим синенькая соперник значит здесь и нам пора уже выдвигаться выезжать отсюда архидьяволов не так уж и много а с улучшенными крестоносцами я думаю все должно быть нормально так второй день что будем делать наверное сильвии нужно отдать чтобы она загрейдила нам некоторые войска вот у нас тоже не грейженные есть вперед так ну тут я думаю у лоинса должно хватать мувпоинтов чтобы изобрать войска и загрейдить их так грейдим тут конечно и подром бы загрейдить хотя у нас копейщиков очень много и лучше они улучшены они гораздо лучше для нас так передаем их назад теперь это нами скорости добавят во время проведения битвы ну а мы потихонечку пускаемся вперед на следующий ход я думаю еще чуть-чуть подмоги к нам подъедет так возвращаемся назад загрейдили улучшенный подром залазим в замок и смотрим так заехали сюда возьмем немножко золотишки пока нам будет передаваться армия я думаю мы вполне успеваем встанем где-нибудь вот здесь чтобы быть на подвозе или даже чуть выше можно и лоинс нам там передаст немного армии так мы вроде как мы прокачаны уже неплохо даже на мага немного смахиваем такого защитного мага так и учитывая то что у нас слилось очень много армии нам нужно будет сейчас брать улик который находится рядом с нами хотя бы даже по той причине что нам нужно пополнять чем-то армию но пополнять в общем-то нечем на данный момент так Сильвия немножко не достает придется чуть-чуть вернуться так отдадим ей вот так вот желательно конечно в улик с собой стрелков не брать так что все-таки наверное а стоп сейчас мы ведь будем сражаться с королевскими грифонами ну ладно все равно попробуем без них тем более они убегают я особо настаивать на том чтобы они остались не буду возьмем золото у нас с ним туговато а ну и на этом ходе мы в общем-то и не успеваем как раз загрейдили все войска снова наш ход будем пробовать брать улик ну что вперед накинулись на грифонов но это не самый худший вариант для нас так ну и вперед на вынос так так а в принципе магия бесполезна после их удара вся магия пропадает поэтому лучше использовать магию с толком как-то так давайте отбежим единичку где-то подставим это у нас не ударный стек много он не выбьет поэтому ними ждем а сносим отряды которые нам больше мешают вот пятерочка вот теперь можно и троечку долбануть тем более ответки у нее уже не было так что у нас тут 11-18 давайте атакуем 18-ку тут единичку без проблем ждем так тут пожалуй тоже ждем и сначала сносим 11-ку а ну и здесь же четверочку бой прошел нормально эксперт воды мы стали ну и от кого-то нужно будет отказаться я думаю это не проблема так 12 виверн это уже хорошо есть возможность еще один улик взять нужно этой возможностью воспользоваться пожалуй давайте посмотрим что там у соперника не больше ли у него замков чем у нас нет значит он не выехал еще со своей территории значит я тоже пока спешить не буду хотя сколько раз я говорил что не буду недооценивать соперника ну очень хочется зачистить свою территорию и это хотение довольно большое у меня так ну что направляемся к улику давайте посмотрим чтобы у соперника не было больше городов нет у него не больше городов потому что если станет больше чем у нас это значит он выехал со своей территории и тогда нам тоже нужно по-быстренькому будет выезжать так тут есть порождение зла может быть все-таки их атаковать нет это нам особо сейчас не горит да и вообще нам нужно сейчас скопить деньги нам там надо 20 тысяч да ну навряд мы их накопим на этой неделе я имею ввиду значит ангелов стоит ожидать на четвертой неделе хотя опять же нам нужно будет скупляться поэтому далеко не факт передаем ход сопернику так ну что наш долгожданный улик отпускать никак нельзя нам зомби по той причине что это куча опыта все мы ждем вообще интернет отсоединился был но перехода передачи хода в этот момент не было поэтому ничего страшного не произошло так ну что должны по идее потушить отличненько и второй отряд прошли без потерь ну и улик так ну тут улик гораздо слабее поэтому надеюсь возьмем его вообще с минимальными потерями так 6 давайте шестерочки сначала потушим тут подождем шестерка пятерочка вот тоже есть пятерочка и троечку ложим да довольно легко взяли что там у соперника и соперник выехал со своей территории значит еще один улик мы брать не будем так седьмой день ну на седьмой день мы тогда уже передавать армию будем так ну в общем ждем передаем ход так прошла неделька ну и ангелочков пожалуй строить нам некогда главное что мы были в замке скупаем наиболее полезные нам войска так нужно будет немножечко выменять как-то так стрелков нужно набирать побольше ну на грифончиков немножко не хватает в общем-то не суть важно еще золотишки взяли плюс еще 500 нам бы желательно ману пополнить но вниз возвращаться это тогда уже брать еще один улик надо так подъезжаем сюда поближе Сильвия пожалуй передаст нам войска от кого-то придется отказаться так 21 грифон вместо конечно же гномиков так как они у нас там явно не в тему были так идем на порождение зла еще разок качнемся лишним разом это не будет отлично ждем ждем снова ждем ну и без потерь отлично сопротивление к магии возьмем пожалуй на следующий ход будем брать наверное консерваторию поэтому сразу по центру поставим лучников приготовимся приготовимся так сказать к взятию так второй день лоенс возвращается ну что да выкупить тогда уже оставшиеся войска передаем их Сильвии Сильвия нас усилит кстати нам же еще загрейдить нужно там остатки нашей армии скажем так двадцатки очень неплохо что ж давайте зачищать сначала левую сторону так все таки сумели они нас достать ну в общем то то что они достанут это конечно читалось отбегаем далее как то так не хотелось бы лишних потерь но похоже без них никак два ангела и снова придется от кого-то отказываться вот это вот беда это большая беда есть ударный стек от которого не хотелось бы я затупил нужно было кого-то не взять с собой возможно тогда от девяти фанатиков отказаться но тогда мы потеряем дополнительных стрелков здесь сотка будет удара а здесь порядка тоже 100-150 400 жизней ладно как то так ну и все едем на выход больше уже тянуть некуда маны не хватает 53 жизни спасаем ангела однозначно надо спасать защищаемся пока так ну теперь наши стрелки вступают в бой ну и похоже мы все равно лишимся всех стрелков в бою ждем сколько их здесь один остался у нас 25 четверо трое ждем давайте по четверочке долбанем 183 тоже отбежим так ну скорость у них конечно бешеная особо никуда и не убежишь нет все таки надо их спасать но стрелков мы потеряли практически всех это печально даже очень огромнейшие потери просто так но если будем брать город тогда и баллиста нужна так ну передаем ход так ну и мы сейчас видим что этот замок и его синий правда там никого нет и здесь лежали крылья ангела а охрана нигде не пробита но он не знает очевидно правил портала hero's world особо прикапываться тоже не буду скорее всего он просто перелетал через охрану и захватывал нужные ему вещи ну он очень сильно из-за этого отстал в прокачке темп у него примерно такой же как у меня в данный момент но по прокачке он сильно отстает так и что же делать подвозить еще какие-то войска они могут нам пригодиться потери могут быть разные на данном этапе так ну здесь я не успею уже точнее не хватит у меня ресурсов вот так лоэнс поедет прокачает эти войска и потом чуть позже нам их отдаст а вердишь пока повезет то что есть а вот он сидит в замке и возможно сейчас будет у нас финальная битва с соперником ой-ой-ой фух как же нас сейчас пронесло таким мощным ударным стеком они могли сейчас натворить делов но ударили по палатке так ну и похоже армия у соперника не очень большая ооо а здесь еще и черные рыцари вообще беда лучше я тогда поеду на его главный замок этот замок не особо не ооо тут мантикор тоже куча беда у меня нет маны беда беда там у него никого нет как раз что надо сражаться очень много и давайте влепим всем благословения и всеми подождем они не стали подлетать будут подлетать со второго раза ну давайте и мы вступать уже в битву будем тоже окружать мощно а вот с маной конечно серьезная беда у нас вот и все были стрелки и больше нет так встанем на ударной дистанции от них соперник еще и издевается надо мной да тут вообще беда с потерями ангелами лучше потом ударим два раза ох 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 у них скорость 7 не надо бить первыми деваться некуда ух виверн тоже лишних терять не хотелось бы но уже десяточка всего лишь осталось делать нечего приходится добивать тем что есть плюс один замок и у нас есть возможность чуть-чуть пополнить свои войска нет 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 фух в последний момент успел себе еще ящера взять очень сложно играть на двух минутах так ну андрак нам все равно не выйдет я думаю крылья ангела у него находится в другом городе сейчас посмотрим стало ли у нас больше городов мы сравнялись значит у него было на два города больше чем у меня а это значит он и сюда влево где то уехал тоже там что-то захватывал скорее всего он сейчас будет лететь в свой главный замок на крыльях ангела и будет ждать меня там может даже летать так чтобы я вообще не видел и соперник на меня нападает тоже с бешеной армии а я нахожусь вообще без маны сейчас да армия очень большая тут нечего и говорить сам соперник конечно слабо прокачан была бы у меня мана можно было бы легко решить исход этого поединка а 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 у него еще и сфера запрещения ну вообще конечно успел он насобирать себе кучу ресурсов точнее артефактов нечестным путем да ну то что он победит я думаю здесь особо никто и не сомневается хорошо хоть у него не улучшены дьяволы поэтому у них маловато жизни так наибольшую опасность сейчас как ни странно для меня представляют именно черти из-за того что это большой ударный стек летим вперед что у нас там по жизням 164 блокируем его лучников и становимся где-то пониже так он лучников разблокирует конечно же мы все равно в свою очередь их заблокируем защищаемся там и попробуем погонять его по всему полю наверное придется сбегать а так у него еще и оковы войны вообще замечательно красотень красотень Ну, в общем-то, и все Из-за того, что он с помощью крыльев ангела насобирал себе артефактов В общем-то, он и будет праздновать себе победу Ну, и плюс помогло то, что я находился вообще без маны Нужно было все-таки ману пополнить В следующий раз не буду так спешить Мое преимущество как раз и было в мане Можно было... Правда, земли вот у меня не было Была бы земля, можно было бы его замедлить Потом что-то попытаться сделать Да и стрелков много потерял Еще один улик, на который я... Позарился и хотел побыстрее взять Нужно было его тоже брать Тупо подставился сейчас Ну и все в общем И все, выходим Ну, вот так вот незамысловато Отсутствие маны И крылья ангела, которые у него были Зарешали, в общем-то, всю игру Мана, ну, сказать, что она сильно бы зарешала Наверное, нет Потому как у нас не было отстроено Полностью гильдия Но хотя бы немножко это могло помочь Да и не будь у него крыльев ангела В общем-то, он не захватил бы так много городов Не собрал бы себе никаких артефактов Таких, как сфера запрещения от... А, кстати, у него же сфера запрещения от маны Все равно бы мана нам не помогла Да, можно сказать, крылья ангела решили всю битву Не было бы у них... У него крыльев ангела Тогда бы он ни артефакты себе не собрал Ни города не захватил И, в общем-то, отстал бы от нас очень сильно Ну, в любом случае, будем учиться на своих ошибках Нужно признавать, что был слабее Всем спасибо за внимание Пока Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Добавляйтесь в группу С вами был Армак Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...